Марково. Улица Заречная. Скоро этого леса не будет. Сказали, что это не лес, а растения. Вот такие растения вот кросят. Именно такую картину наблюдают жители посёлка Марково уже не первый год. А ведь раньше эта лесная полоса была для них предметом особой гордости. Кто-то даже специально продал свои квартиры в городе, чтобы быть поближе к природе. Мы приехали сюда жить только из-за того, что здесь лес. Здесь такой запах леса. После дождя здесь так пахнет вкусно и птицы так красиво. Здесь даже белки бегали. Сейчас их нет. Люди здесь ходили, грибы собирали, приходили сюда. Здесь вот рядом. И в итоге получается, что теперь всё это спокойно вырубается, весь этот лес вывозится. И получается, что мы остаёмся так, как в городе будем жить. Сейчас вот эту грозятся, вот этот лес сзади убрать. И это несмотря на то, что эти вековые ели были зелёным щитом реки Каи. Она протекает неподалёку и вбирает в себя шесть ключей, которые сейчас заполняются бензином и соляркой. Людям с топором путь сюда был закрыт до недавнего времени. В 1999 году, когда мы заехали на участки, то при начале строительства нами был забит столбик и поставлен столик. Приехали работники гослесхоза и сказали, что эта земля является гослесхозой. Не вздумайте здесь ни рубить ни одного дерева, ничем, никакими посторонними делами в лесу не заниматься. Всё должно быть сохранено. Это водоохранная зона и охраняемые леса. Но на сегодняшний день идёт полное уничтожение этих лесов, вырубают плотная застройка, и нигде мы не можем найти правды. Лес рубят, а вместо щепок появляются новые дома. Строят их, по словам жителей, за 2-3 недели и очень близко друг к другу, забывая о всех правилах пожарной безопасности и наплевав на соседей. Видите, как близко ставят дома. Дороги узкие. Вот так вот большая машина или, не дай бог, пожарная машина, она ведь тут не пройдёт, не развернётся, если вот так что-то случится. С каждым днём жители отчаиваются всё больше, ведь часть вырубленного леса им спасти не удалось. При принятии генерального плана 998 гектаров федерального леса были включены в рабочий посёлок Марково. Из них 794 гектара – это зелёные зоны. И они не должны были расщепляться и уничтожаться. Если мы выйдем на публичную карту Иркутской области и посмотрим на этот кадастровый номер, мы увидим, что этот лес приговорён. Его уже нет. Вот наша сейчас задача – включить его в доработку. Но как это получится, мы не знаем. Потому что Марковское муниципальное образование – одно из тех, которое активно сопротивляется, потому что застройщики эти земли уже получили. В администрацию жители писали неоднократно. Ответ один – всё закона. Как нам пояснили власти муниципалитета, всё делается для блага людей. На месте вырубленных деревьев будет закольцованная дорога, с учётом всех правил пожарной безопасности. Остальной лес тоже в скором времени сменят жилищные участки для малоимущих и многодетных семей. В прошлом году у нас был заключен контракт на данную территорию. То есть мы должны обеспечить подъездной путь к выданным земельным участкам. Местные жители нам как бы преградили, перестали, не дали нам дальше вырубать её. Соответственно, довели до суда. И судебное решение от 9 ноября, то есть оно в нашу пользу. Ситуация на данном участке. Будем мы продолжать работы и подготавливать дорожное полотно. Людей такая ситуация не устраивает. Они собираются бороться и дальше. Хотят, чтобы техника навсегда уехала отсюда. Если сейчас не остановить этот процесс, считают общественники и сами жители, то они останутся без леса, без чистого воздуха и без единственного источника питьевого водозабора.